В этом ролике вы увидите, как выглядят избранницы известных бизнесменов, и узнаете, известны ли они чем-то ещё помимо удачного замужества. Вопреки стереотипам, далеко не все супруги миллиардеров ведут насыщенную светскую жизнь и мелькают перед камерами. Но тем интереснее взглянуть на тех, кто делит свою жизнь с богатейшими людьми планеты. У жён миллиардеров есть неограниченный доступ к самым дорогим и редким бьюти-процедурам, а любой дизайнер будет счастлив одевать их, лишь бы в списках клиентов красовалось заветное имя. Но, как ни странно, многие возлюбленные богачей прекрасно знают цену деньгам и не подвержены культуре потребления в той мере, в какой им диктуют туманные общественные ожидания. Астрид Менкс Её муж – инвестор Уоррен Баффет. Его состояние – 105 миллиардов долларов, по данным Forbes на 2022 год. Инвестициями 90-летний Уоррен Баффет занимается с юности. Дело всей своей жизни он открыл ещё в 11 лет, когда впервые попробовал себя на бирже. А вот его любовный путь был куда более витиеват, чем карьерный. На своей первой супруге Сьюзен он женился ещё в 1952 году, но та фактически перестала жить с ним уже в конце 70-х, желая сосредоточиться на карьере в шоу-бизнесе в Сан-Франциско. Именно Сьюзен, как считается, и свела мужа с Астрид Менкс, предложив им двоим жить вместе. Несмотря на то, что Уоррен не разводился с первой супругой до самой её смерти, все трое сохраняли прекрасные отношения. Настрид-инвестор женился только в 2006 году, его невесте на тот момент исполнилось 60. Сегодня она лишь изредка появляется с супругом на мероприятиях и много времени посвящает благотворительности. Элен Мерсье. Её муж Бернар Арно, французский бизнесмен-миллиардер, один из богатейших людей планеты, президент группы компании Луи Виттон Майет-Эннеси. Его состояние – 167 миллиардов долларов, по данным Forbes на 2022 год. Сердцем самого богатого человека Европы, кажется, безвозвратно завладела пианистка Элен Мерсье, которая, кстати говоря, даже после замужества не бросила музыкальную карьеру и, по её собственным словам, до сих пор даёт по 20 концертов в год. Для Бернара это второй брак. До 1990 года он был женат на Анне де Ваврин, родственные связи которой во многом помогли бизнесмену построить столь мощный конгломерат. Элен, впрочем, в бизнесе мужа практически не участвует, чего не скажешь о детях Бернара от обоих браков. Сама мадам Мерсьеар, но признавалась, что влюбилась в Бернара, когда услышала, как он играет на пианино. В определенном смысле история повторяется, ведь отец миллиардера был бизнесменом, а мать – большой любительницей фортепианной музыки. Присцилла Чан Её муж Марк Цукерберг – основатель Facebook, крупнейшей социальной сети в мире. Его состояние – 36 миллиардов долларов, по данным Forbes на 2022 год. Присцилле Чан до сих пор часто приходится сталкиваться с мезогинией и откровенным лукизмом в свой адрес. Однако для себя она уже давно определила главные приоритеты. И реакция на хейтеров в этот список явно не входит. Напротив, супруга Марка Цукерберга вызывает немало поводов для восхищения, так именно под её влиянием создатель Facebook стал уделять так много внимания благотворительности. Своего будущего супруга Присцилла встретила в Гарвардском университете. Сама девушка училась на факультете биологии, однако по её собственным словам, как и Марк, кое-что смыслила и в программировании. Собственно, именно специфическая шутка про коды и свела молодых людей на студенческой вечеринке. Госпожа Чан, невероятно одарённая академически девушка, до конца верила в амбициозный проект возлюбленного. Не случайно даже их свадьба состоялась на следующий день, после выхода Facebook на фондовую биржу. Сегодня влюблённые воспитывают двоих детей и занимаются вопросами образования и здравоохранения. Флора Перис. Её муж Аманси Артега, основатель Индитекс. Испанская компания, мировой лидер в сфере розничной торговли одежды. Его состояние – 63 миллиарда долларов, по данным Forbes на 2022 год. Аманси Артега, король испанской моды и самый богатый торговец в мире, основал вместе со своей первой женой Рассалией Мера свою всемирно известную компанию Индитекс, а ей, между прочим, принадлежит 5000 магазинов в 77 странах мира, в том числе Зара. Супруги развелись в 1986 году, что интересно, Рассалия осталась в бизнесе, однако жениться во второй раз испанец решил только в 2001-м. Его избранницей стала женщина с романтичным именем Флора, которая работала в его компании и, кстати говоря, была его моложе почти на 20 лет. Вообще Амансиа и его нынешняя супруга не любят публичность. Но уж если супруги и совершают светские выходы, то выглядит невероятно стильно, как, впрочем, им и положено по статусу. Лиз Кох. Ее муж Чарльз Кох – совладелец Кох Индастрис, американская частная компания, которая первоначально занималась нефтепереработкой. Его состояние – 56 миллиардов долларов, по данным Форбс на 2022 год. За всегда-то из самых престижных списков богачей Чарльз Кох владеет, вернее, совладеет огромной корпорацией Кох Индастрис, охватывающей целый спектр разных сфер – от нефтепереработки до инвестиций. Бизнес достался Чарльзу от отца, и до сих пор миллиардер остается верен семейным ценностям, вводя в фамильное дело сына. Со своей женой Лиз он состоит в браке более 45 лет. Интервью о личной жизни супруги дают редко, но если дают, то всегда стараются подчеркнуть семейную теплоту и юмор в своих отношениях. «Я могу подшутить над ним, но он знает, что я люблю его всем сердцем и всегда буду его защищать», – признавалась Лиз в 2014 году. Даяна Тейлор. Ее партнер – Майкл Блумберг, основатель агентства Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка. Его состояние – 77 миллиардов долларов, по данным Форбс на 2022 год. Технически Майкл и Даяна не женаты, однако с 2000 года они проживают в так называемом домашнем партнерстве. Когда основатель знаменитого на весь мир финансового агентства Блумберг был избран 103-м мэром Нью-Йорка, его возлюбленную Даяну Тейлор стали автоматически считать первой леди города. Одним словом, пусть она и не жена Майклу, фактически именно она считается его единственной спутницей. Влюбленные отказываются жениться, видимо свою роль сыграли предыдущие браки обоих. Тем не менее, Майкл и Даяна до сих пор неразлучны, оба подкованы в бизнесе и в политике, а также уделяют огромное внимание благотворительности. Тейлор служила главой Банковского департамента Нью-Йорка. Люсинда Саутвард. Ее муж Ларри Пейдж – сооснователь Google. Его состояние – 84 миллиарда долларов, по данным Forbes на 2022 год. Супруга Ларри Пейджа обладает удивительным талантом интересовать многих, совсем ничего о себе не рассказывая. Знаменитостью она стала в 2007 году, когда вышла замуж за сооснователя Google всего через год после знакомства. Свадьба, к слову, как говорят, проходила с особой помпой. Молодые пригласили около 600 гостей, а местом торжества был выбран остров Никер, принадлежащий Ричарду Брэнсону. Избранница Ларри происходит из очень интеллигентной семьи и сама может похвастаться впечатляющими академическими успехами. Основной фокус ее работы – биологический анализ и исследования. Впрочем, несмотря на карьерные устремления, супруги не забывают уделять время и семье, а также выборочно ведут светскую жизнь.